Вы сначала дадите пояснение, почему полагалось в обмене закона, а потом наступает. Остальные вопросы. Хорошо. Согласно пункту, в части 2 статьи 2 федерального закона, показано, что постановка иностранного гражданина, принимающая сторона, с момента прибытия жилого помещения иностранного гражданина, обязана в течение 7 суток, в течение 7 рабочих дней, предоставить уведомление в обмене учета и по почтовому управлению. Более подробно скажите, пожалуйста, 25 числа вы говорили, что вам поступил звонок? Да. Отговоры вам представились? Добрый день, друзья. Мы находимся в Центральном районе судья, город Барнаул. Сегодня рассматривалось дело об объяснении по нарушению, путь смотрит в части 4 статьи 18.9 в отношении моего подзащитного. Ну, 10-го у нас, 8-го у нас было первое заседание по такому же аналогичному делу, ну и его отменение. Я его поддам и тоже отменю, что было с тем заседанием, смотрим дальше. Уважаемый суд. Было вручено постановление 30 января 2020 года на нем подзащитный. 6-го февраля 2020 года я, как на самом недоверенности, обратился к жалобу. И материал перед нами был продвижен в суде, как городовая. Затем в суде было вынесено определение, возвращение жалобу. Это было 24-го марта, а не 13-го февраля. 8-го у нас было получено, нарушено. 8-го, затем 28-го февраля мы повторно продали жалобу. То есть материал перед нами был продвижен в суде, принято на ванну. Ванну также было вынесено определение, что определение будет получено года 2 апреля 2020 года. И определение указано было, что и 7-го апреля мы подали повторный жалоб. И дело было поведено на суд. И ввиду того, что я по защите делаю по защитной и добротовым исполняемой своей обязанности по обороте жалобы, просим восстановить, встанет срочно. 10-го и апреля 2-го получено. Жалобу закончатого февраля оборотили жалобу. Вам она будет 21-го февраля, была возвращена. Да, 28-го. И когда еще потом оборотили? 28-го. 28-го обратились в 2-й раз? 2-й раз. В февраля? В феврале, да. И потом, 2-го апреля было вручено ваше определение. И 7-го надо. А у вас есть оттенки? Да, да, да. Они прикладывали? А жалобы обратились когда-то появилось? Второй раз, 28-го февраля. То есть мы 6-го февраля обратились, 27-го мы получили определение. 27-го февраля. И 28-го февраля мы подали в похожий зал. Алина, у вас какие-то дополнения есть? Нет. Давайте приобщим оттенки. Давайте, давайте. У меня были готовы, не знаю, но сейчас. Спасибо. 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 В 25-го числа, получается, поступил звонок, но сейчас уже по вопросам буду, когда надо давать, кто пришел в отделение полиции по центральному району. И в отношении него никакие профессиональные документы не были составлены. У Алиева начальник взял документы, пояснил, что жди звонка, позвони. После того, протокол почему-то составлен 27-го числа. 27-го числа он не был в отделении полиции. Он пришел 30-го числа. Когда прибыл 30-го число, ему начальник уже дал готовые документы, попросил расписаться. Протокол был составлен 27-го числа, постановление месяца 30-го. То есть нарушен порядок производства рассмотрения. Он ничего, его не извещали, что 27-го будет составлен протокол. В протоколе, вывешенный протокол, сотрудник Баркова, Т.Н., моим полозащитным вообще никогда не видел. Он не известен вообще. Хотя там есть рост, что дают пояснение. Как может пояснение давать? Это считает, что фальтфиксация документов. 27-го числа он не был. Как может он пояснение давать? Также на него было давление, что расписывайся. Мой полозащитный пояснил, что сегодня 30-е число. Почему 27-ое? Ну, как со слов Алиева, начальник сказал, что мне нет с кого или время заниматься. Пиши так нам. 27-ое число. И также, что согласно на кодусе о правонарушении, ст. 29.7, порядок рассмотрения. При рассмотрении дела правонарушения, разъясняется лично участвует в рассмотрении дела их права и обязанности, чего не было. Разъяснил или чрезвенческое определение о предложении рассмотрения дела. Также материал дела не приложено, не материровано, что рассмотрение было без него, без участия. А 30-ого он пришел? Да, 30-ого он пришел, ему же сотрудник дал готовые документы, постановление, протокол и просил расписываться. Да, понимая, расписался, что владеет. Да, расписался, где не нуждается. Прошу отнести к этим причисленным и по почерке видно, что юридически вообще не грамотен. Всего же кодекса 24.1 по задаче производства по делам, что нарушили юридически сторонны, полное объективное своевременное объяснение всех обстоятельств, что и было нарушено добростным лицом. При составлении протокола добростным лицом были нарушены профессиональные права. Моя опыт защиты, что произворечит данная статья. 4. Постановление Пленного Верховного Суда Орга, а некоторые вопросы возникают сюда при рассмотрении кодекса Российской Федерации. Существенно недостатковым протоколом является отсутствие данных прямо перечисленных в части 2 ст. 28.2. Протокол Роснования. И также мы обратимся, прошу ваше внимание, что Пленного Верховного Суда, выше названного у меня, от 24 марта 2006 года, что при рассмотрении дела, собранного подделка должна оцениваться в соответствии со ст. 26.11. Также нарушение великой невозможной используемой доказатель может быть признано, в частности, в получении объяснения лица, если предварительно не были разъяснены права предусмотрены 25.1 и 51 Конституции. И в отношении него не были вообще не разъяснены вот данные права. Они снялись. Ну, таким образом, в основном цели подеспечения гарантийность, подлежащая их ответственность, считая, что лица, на имеющие право составлять протокол, по воздействию по нарушению, должны, как бы, необходимы руководство, теоретически новое, 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 кодекс Советской Федерации. Иначе это нарушение в порядке производства осмотрения дела. Также в наличии указано, как бы, на профессиональном нарушении, допущенное должностным лицом, делать данные правоохранительные, допустимые, тогда поделанное основание, которое предоставлено не может привлечено к ответственности. На ней еще два пункта. Также прошу обратить внимание, в постановлении номер 16, в пункте 4, указано неверное сведение, где написано, что заставляет личность, обозрение судов, где удалось паспорт. Почему-то там, кем будем, где будем, паспорт, обозрение личности. Считали тоже, как бы, нарушение. Обозрение судов, это заграниченный паспорт, там сведения никаких вообще не подняты, на чем указано. Привлекается другого лица, вообще, в постановлении. На основании вот статьи 12, исправление описок и опечаток, должно целиться исправление описок и опечаток или архимической ошибки в производстве в виде отделения. Дело также от отделения отсутствует, и не имеется. Может, произойдите, удостоверение личности у вас какое-то имеется? Нет. Иностранным гражданином, на основании статьи, то есть Федерального закона 115, удостоверение личности иностранного гражданина признается в Российской Федерации заграничным паспортом. Иной документ не является. Видно жительство является, удостоверяешь, личность лица без гражданства. Он, ведь, тоже не без гражданства. То есть, у него является вот этот документ. Таким образом, уважаемый суд, поскольку даже всем лицом не были выяснены все обстоятельства, именно были нарушены процессуальные требования, предусмотрены статьи 26.1, да? Были нарушены права Алиева, предусмотрены статьи 25.1, 51-го Конституции Российской Федерации. Более того, на высшем порядке осмотрения производства вообще все, в отсутствии было рассмотрено, что, согласно УС-29, порядок осмотрения не были рассмотрены. Также, при рассмотрении дел о нарушении моего подзащитного задачи производства не были выполнены всесторонние, полные объективные и не восемь все обстоятельства. На основании изложено, что в действиях моего подзащитного отсутствует состава административных нарушений, а вовсе событий не было в Ульяновске. Нет событий, ни состава. Прошу поездосу поделок прекратить. Пока все умеется. Алина, вытащи, в настоящее время вы проживаете в Российской Федерации на основании чем? Временное разрешение у вас? Продлинуло до какого времени? У вас? Видное жительство лучше. У меня и тому тоже. А проживаете вы сейчас по повестке или по штамме? Нет, мы сейчас занимаемся. Мы живем от Антона Петрова в том числе. Мы сейчас там не живем где-то давно. А орден вы уведомили? В последствии студенты у вас прибывают на Чкалово? Да, был. Уведомили. Вы уведомляли? Ну там у нас регистрация была на Чкалово 169. А потом переехали на Антона Петрова. А, Антона Петрова тоже уведомляли орден? Да. Кто принимающий стороной вас как бы уведомляет? А мы там, наверное, это то есть Мать Исмаилов могла. В отношении вас, а в отношении ваших детей? Да, что да. То есть мы прописали туда. Кто являлся принимающей стороной в отношении ваших детей? Кто уведомлял орден о временном пребывании ваших детей по Антону Петрову? В Матлах, Исмаилов. В Матлах, Исмаилов? В Матлах, Исмаилов? В Матлах, Исмаилов? Угу. Вот такие вопросы уже? Можно дополнить? В прошлом суде не может являться, как законоприимающий стороной, именно сам гражданин. На основании вот от 18.07 федерального закона, да, 109, есть основание понятное, кто может являться принимающей стороной. Это, цитируя норму закона, сторона принимающей, далее, является гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, либо иностранный гражданин, который имеет на территории Российской Федерации жилое помещение, предоставивщее для проживания иностранным гражданинам. В данном случае ему было предоставлено жилое помещение гражданином Российской Федерации, именно отделом аналогом. Он не может являться другимающей стороной. Это вот норма закона. Да, у меня вопрос в рекламе. Можно, да? Да. Давайте более подробно скажите, пожалуйста. 25-го числа вы говорили, что вам поступил звонок? Да. От кого? Вам представились? Да, он представил. Гилеев, Италия. Гилёв. 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 Евгения. Что было вам сказано? Я прошел туда 여 naveidi starting. В один приезжали напрививаете? Да, например, один приехал. Он документы отобрал до четителями. В смысле, как отобрал документы? Он забрал у меня документы. С contradictory из panels Only FDI. Он у меня сказал, или питraktion, или документы, или документы пустины. Я привез, короче. Он меня забрал. Меня сказали лезть звонко за молитвами. 25-го числа в отношении у вас какие профессиональные документы были составлены, мы где-то расписывались? Нет, ничего не было. У вас вязали документы? Просто документы забрали, все. Потом вы какого числа прибыли? 30-го. А можете пояснить, что 27-го числа в отношении вас был составлен протокол? Вы даете объяснение, не пояснение? 27-го числа у меня вообще не было, он меня пригласил 30-го числа, у меня есть даже свидетель, я с другом поехал туда с персистом. Скажите, когда вы прибыли туда, в отделение центрального, то есть в полицию, как происходило дальше рассмотрение дела? По делу предусмотрено часть 4, 18-9. Вы пришли, вас пригласили куда? В кабинет свой он пригласил. В кабинете кто находился? В заме один. Больше никого нет? Вообще нет. Что дальше было? Он мне, короче, документы подал, пришел распишись. Какие документы? Ну, в том, что постановление там, я не прокатал. Распишись, я говорил, мне надо считать, я не понимаю, этот зам, он не жительский. Он мне сказал, мне времени нет, поэтому я спишись, есть 27-го числа. Я говорю, сегодня 30-го числа, как я могу, вот, 27-го писать? Он сразу, ну, пиши, мне времени нет. Ну, я подписал все это, в число и ушел отсюда, потому что он мне документы не подал. Я приеду в город, потом обрадет заклон, и вы мне сказали, они не умеют права ваши документы личные, если забрать. Я пришел обратно туда, он мне сразу, у меня, ну, это, он мне дал этот план, короче, и платит штраф. 30-го числа. 30-го числа. Вышли потом? Я пришел потом к вам. Он вернулся туда-обратно, он сразу меня платил, я говорю, нет, почему, я говорю, я юрист обратился, говорите, не умеет, он мне документы забрать. Он сразу, иди, сейчас, он забрал документы, пошел в другой кабинет, короче, лежал в минут 40. Вот, я там сидел, видал, потом вышел, а все, у меня документы, вообще. Вам вернуто, что какие документы вернули? Последнее, последнее время, и все последнее время, и протокол. Вот протоколе, то есть, сотрудника вот протоколя, который указан, Баркова-ТН, то есть данный сотрудник вам неизвестно, говорили, не видели? Я кроме него никого не видел. А вот Баркова протокол, что вы даете, объяснение нарушителей, посуществует дело поясняли, это вы давали объяснение такие? 30 числа, когда вы прибыли, что вам он дал расписаться документы, протокол и постановление. Вам какие-нибудь права разъяснялись сотрудники? Ничего не разъяснялись. Вопросы больше уважаемых. Паспорта у вас как-то иностранный паспорт, правильно? Да. За гран-паспорт получается. То есть это что можно?